здравствуйте в первой части мы с вами будем вязать вот такие вот пинетки длина стопы 10 сантиметров а во второй части мы с вами свяжем шапочку для пинеток я взяла остатки синего и желтого этими нитками в прошлом видео мы с вами вязали плед 100 грамм этих ниток имеют 360 метров стопроцентный акрилик предназначены они для детей также вам понадобится вот такие вот четыре спицы для начала берем две спицы желтую ниточку отмеряем нужную длину и набираем простым способом 44 петли теперь все эти петли нам нужно распределить на три спицы на первой спице у вас должно получиться 16 петель на второй спице должно получиться 12 ну и на третьей остается 16 петель и так петли мы распределили теперь начинаем вязать все петли первого ряда мы провязываем изнаночными первый ряд готов немного вот так вот растягиваем петли теперь желтыми нитками нам нужно провязать 4 ряда платочной вязки то есть мы чередуем изнаночный ряд лицевой ряд изнаночный лицевой мы с вами провязали изнаночный ряд поэтому следующий ряд у нас получается нужно провязать лицевыми петлями итак четыре ряда платочной вязки мы провязали вот изнаночный лицевой изнаночный ниточку я отрезала теперь берем синий клубочек нитки и начинаем вязать дальше сначала провязываем 2 изнаночные петли теперь провязываем 6 лицевых опять провязываем 2 изнаночные петли и 6 лицевых на следующей спице мы сначала провязываем 3 изнаночные петли потом 6 лицевых и опять 3 изнаночные петли ну и на последней спице мы провязываем 6 лицевых петель 2 изнаночные петель 2 изнаночные петли и и теперь поправляем все ниточки если хотите можете сразу завязать их в узелок чтобы было удобнее дальше вязать теперь давайте посмотрим что мы с вами провязали и так у нас 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 6 лицевых на следующей спице 3 изнаночных 6 лицевых 3 изнаночных ну и на следующей спице у нас 6 лицевых 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные этот рисунок вяжите еще три ряда вот что должно было у вас получиться продолжаем вязать дальше в начале провязываем 2 изнаночные петли из 6 лицевых петель мы должны сделать первое переплетение косички вязать его будем вот таким вот образом ну а теперь провязываем эти 6 петель лицевыми вот что должно было у вас получиться вяжем дальше опять 2 изнаночные и из следующих 6 петель так же провязываем следующее переплетение косички ну а теперь опять все эти петли провязываем лицевыми мы с вами провязали две косички таким образом вяжите весь этот ряд нам остается провязать еще одну косичку на этой спице и две косички на следующей спице вот что в итоге должно было у вас получиться далее вам нужно провязать следующие 4 ряда по рисунку вот что должно было у вас получиться продолжаем вязать дальше в начале провязываем 2 изнаночные петли ну а теперь из 6 лицевых делаем второе переплетение косички теперь эти петли провязываем лицевыми опять провязываем 2 изнаночные петли и делаем следующее переплетение косички таким образом вяжем весь этот ряд вот так выглядит этот ряд у нас получается 2 переплетения косички вот эта серединка далее мы вяжем один ряд по рисунку в следующем ряду мы будем вязать дырочки для шнурка и так провязываем первую петлю лицевой далее делаем накид и провязываем 2 следующие петли вместе провязываем лицевой петлей их опять провязываем петлю лицевой делаем накид провязываем 2 петли вместе таким образом мы провязываем 6 накидов 2 мы уже провязали остается нам 4 5 накидов мы провязали нам остается провязать 6 на предыдущей спице мы провязали лицевую поэтому здесь идет сразу накид и 2 петли вместе дальше мы вяжем по рисунку провязываем одну изнаночную потом провязываем 6 лицевых теперь провязываем одну изнаночную и накид теперь делаем в обратном порядке то есть раньше мы провязывали 1 лицевая накид 2 вместе лицевой то здесь наоборот 2 вместе лицевой тут немножко неудобно далее идет накид лицевая опять провязываем 2 вместе лицевой вот таким вот образом накид 1 лицевая с этой стороны у вас тоже должно получиться 6 накидов вот так вот так вот так вот так следующий ряд следующий ряд на первой спице мы все провязываем лицевыми петлями и так лицевой ряд на первой спице мы провязали продолжаем вязать дальше здесь накид провязываем лицевой петлей далее у нас по рисунку идут изнаночные провязываем первую изнаночную петлю и вторую далее у нас идут 6 лицевых провязываем 6 лицевых опять провязываем 2 изнаночные ну а дальше вяжем все петли до конца ряда лицевыми вот что должно было получиться теперь займемся серединкой и так с левой стороны у нас получается 4 петли перед 6 лицевыми а с правой 3 поэтому одну петлю снимаем с другой спицы теперь у нас получается 4 6 4 берем желтую ниточку мы теперь будем вязать этой ниткой синюю нитку мы не отрезаем а просто откладываем на время итак будем сейчас вязать серединку первую петлю мы просто снимаем далее провязываем 3 изнаночные первая вторая и третья далее по рисунку у нас идут 6 лицевых провязываем 6 лицевых далее провязываем 3 изнаночные не забудьте что последнюю петлю обязательно провязать нужно изнаночной у вас должны по краям получиться красивые косички изнаночный ряд вы вяжете по рисунку продолжаем вязать дальше вот видите сбоку косичка снимаем первую петлю провязываем 3 изнаночные ну а теперь из 6 лицевых петель делаем третье переплетение косички провязываем эти петли лицевыми вот что должно было получиться провязываем 3 изнаночные петли и последнюю петлю провязываем тоже изнаночной петлей изнаночный ряд мы вяжем по рисунку вот видите сбоку тоже получается косичка вот что должно было получиться вот косичка с одной стороны и с другой стороны далее по рисунку провязываем 2 ряда вот что в итоге получается как видите косички с одной стороны и с другой стороны продолжаем вязать дальше провязываем опять снимаем первую петлю и провязываем 3 изнаночные петли а потом из 6 лицевых делаем следующее переплетение косички ну а теперь провязываем эти петли лицевыми ну а дальше вяжем все петли изнаночными далее по рисунку провязываем 3 ряда вот что должно было получиться напоминаю про косички вот эти по краям продолжаем вязать дальше опять снимаем первую петлю провязываем 3 изнаночные из 6 петель делаем следующее переплетение косички провязываем эти петли лицевыми оставшиеся петли провязываем изнаночными далее по рисунку провязываем еще 3 ряда вот что должно было у вас получиться первое переплетение второе и третье ниточку я отрезала теперь начинаем вязать синей ниткой на первой спице мы все провязываем изнаночными петлями вот изнаночные петли я провязала теперь смотрите как мы будем добавлять петли на спицу вводим спицу вот таким вот образом захватываем нить и вытаскиваем далее вводим спицу вот в эту косичку опять захватываем нить вытаскиваем вводим спицу в следующую косичку ну и так далее у вас должно получиться 7 петель посмотрите как красиво получается вот эти 7 петель далее на следующей спице все петли мы провязываем изнаночными вот что получилось теперь опять вводим спицу в первую косичку захватываем нить и вытаскиваем ее вводим спицу в следующую косичку опять захватываем нить и вытаскиваем ну и так далее у вас здесь тоже должно получиться 7 петель вот эти 7 петель ну а дальше вяжем все петли изнаночными до конца этого ряда вот что в итоге должно было у вас получиться следующий ряд мы провязываем все петли лицевыми вот так выглядит этот ряд теперь следующий ряд мы провязываем изнаночными у нас в принципе дальше получается платочная вязка мы чередуем лицевой ряд изнаночный лицевой изнаночный и так следующий ряд у нас идет изнаночный вот что должно было получиться теперь мы провязываем теперь мы ниточку теперь мы ниточку меняем теперь будем вязать 2 ряда синий ниткой теперь будем вязать 2 ряда синий ниткой вот что должно было у вас получиться теперь вы уже сами провяжите 2 ряда синий ниткой лицевой ряд изнаночный и 2 ряда синий ниткой тоже лицевой ряд и изнаночный вот что в итоге должно было у вас получиться синюю ниточку мы отрезаем вот ну а дальше вяжем желтой нам нужно провязать 6 рядов платочной вязки то есть мы чередуем лицевой ряд изнаночный лицевой изнаночный лицевой и изнаночный первая пинетка почти готова нам осталось закрыть петли а закрывать их будем вот таким вот образом провязываем первую петлю лицевой далее вторую петлю тоже лицевой и снимаем на нее первую ну и дальше провязываем следующую петлю лицевой и снимаем на нее опять вот эту получается первую таким образом закрываем все петли ну а теперь нам остается зашить эту пинетку но сначала мы вот здесь немножко подправим продеваем через первую косичку вот эту ниточку и с изнаночной стороны завязываем узелок ну а теперь зашиваем пинетку но не до конца вот как видите я зашила пинетку не до конца вот этот кусочек нам нужно закруглить закруглять будем вот таким вот образом продеваем крючок в первую косичку и вытаскиваем нить далее с другой стороны опять продеваем в следующую косичку и опять вытаскиваем нить ну и так далее таким образом вы делаете до самого конца вот так по кругу теперь вот эту нить нужно вытянуть на изнаночную сторону выворачиваем пинетку тоже на изнаночную сторону и аккуратненько затягиваем вот таким вот образом ну конечно же поправляем и зашиваем я вам сейчас покажу как должно будет у вас получиться ну когда вы будете зашивать вот оно все выровняется хорошенько все затягиваем и зашиваем вот что должно было получиться откладываем ненадолго берем синюю нитку и крючок сейчас мы с вами будем вязать цепочку из воздушных петель делаем первую петлю ну а теперь провязываем цепочку из 80 воздушных петель ну вы здесь в принципе уже смотрите сами может быть вам понадобится больше петель или меньше наш шнурочек готов нам остается его продеть вот в эти дырочки пинетки и так шнурок мы продели теперь на каждый край шнурка мы продеваем бусины можете взять любую бусину самое главное чтобы у нее была дырочка побольше чтобы легко можно было продеть нить ну а теперь завязываем узелок хорошенько этот узелок затягиваем ну и лишнюю нить отрезаем точно также продеваем вторую бусину первая пинетка готова теперь перемотайте видео и свяжите точно также вторую вот такие красивые пинетки должны были у вас получиться на этом первую часть я заканчиваю во второй части мы с вами будем вязать шапочку до встречи субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok